Уже можем говорить? Я Таюрская Тамара Дмитриевна, участница войны. В 41-м году, когда началась война, папа с первых дней ушел на фронт. Мы жили в Тушино, это Москва, ну, рядом тут Москва, считай, Тушино, Москва. А число сегодняшнего места? Сегодня какое число? Сегодня 20... Ой, прошу прощения. Сегодня... 8-е. 8-е сегодня, июля 2011 года. Вот это я не понимаю, как надо. Значит, и начинать рассказывать или как? Нет. Так. Вопросы. Были у вас ощущения надвигающейся войны? Конечно, было. Я, правда, еще была школьницей, чем мне было всего 15,5 лет в это время. Вот. Но уже ощущения все время такие были. Мы даже это самое... Занимались, как сказать, противогазы. У нас в школе-то одевали такие занятия ГТО. Даже проходили, как нас, девочек, как в санитарке, там, значит, вот, кто раненый, там, завязывали, обматывали. В общем, вот такие занятия проходили. Ну, короче говоря, о надвигающейся войне у нас уже не то, что представление было, а уже, ну, как сказать, уже чувствовалось, что что-то, что-то вот-вот-вот должно быть. То есть. А что вы думали о Второй мировой войне в Европе? Что вы о ней думали? Это как понять? Ну, что вы думали о Второй мировой войне в Европе на тот момент? Так Вторая мировая война-то, так вот это Отечественная война. Это Вторая мировая. Это же Отечественная война. Что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Ну что я могла в это время думать? В 15,5 лет что мы думали? Мы только думали быстрее бы хотя бы это самое, поесть до 100. В это время очень плохо было испытанием. 33 год был вообще голод такой, что мы приехали в Москву из Томбовской области. Я еще была девчоночка маленькая. И ехали в поезде. Мама была беременна и два брата за руку держались. И я самой старшей была. Где-то мне было лет 6 или 5. Что-то не помню даже. По-моему, вот так вот. А как вы узнали о начале войны? Был воскресный день. Ко мне пришли домой подружки. Мы собирались идти в кино. Картина была «Большой вальс». И я, как сейчас помню, я одевала тапочки и у меня носки. Кричу «Мама, носки мне, царь с небесной маме». Она мне, значит, достает носки. И вот только я один носок одела, а в это время объявляют. Началась война. И мы в кино никуда не пошли. А как вы отреагировали? Ну, как отреагировали? Очень страшно было. Побежали в магазин. У нас запасов никогда никаких не было. Пошли в магазин. Хотели хоть в соли купить. И уже ни соли, ни сахара, ничего не было. А на тот момент вы думали, что послужило началом войны? Что послужило? На тот момент вы что думали, послужило началом войны? Вот это до меня не доходит. Как понять, что могло послужить? Ну, какие были причины войны? Да не знаю. Ну, это глупо такие вопросы задавать 15-летнему ребенку. Я ребенок была. Какие у меня предчувствия могли вот такие-то быть? А когда и как вы были призваны в армию? Да я не признана была. Я пришла вот к папе, вот он, под Можайском. Я у него, значит, осталась в этой части. Он меня домой прогонял, а я осталась. Меня не оставляли. Все же мне было 15,5 лет. Меня солдатом сделать нельзя еще. Никто не имел права. Но потом там с командиром договорились, и он сказал, говорит, ну и пусть идет на кухню, он картошку чистит. Вот. И так я осталась. А в 42-м году я еще год себе приписала вместо 25-го, делала 24-й. И в марте месяце я уже приняла присягу. Я уже была настоящей солдат. И была я, значит, вот в 3-й белорусский фронт, 1-й белорусский фронт, связисткой при обрывах. Вот ребята идут, устраняют обрыв, а я разматываю в это время катушку, вот эту металлическую. И вот в это попадали под минометный обстрел. В общем, на линиях все время, считай, на передовой все время были. А какой день был для вас самый сложный? На фронте? Да все дни были сложные. Очень страшно было. Хоть говорят, что на фронте люди не боятся. Как это они боятся? Мне, например, было очень страшно. Особенно, когда вот свистели пули. Вот стоишь, а в это время пули свистят. И я в это время, ой, и ко мне один раз командир подошел и говорит, ты чего? Я говорю, страшно. Он говорит, эту пулю не бойся, она пролетела, это дура. А вот бойся ту, которую не услышишь. А какие-то радостные события были? Как? Какие-то радостные события были у вас? Да какие-то радостные. Откуда они радостные были? На фронте я не помню. Мне кажется, я даже зубы-то с рот там не чистили за 4 года. Ни щеток никаких не было. Когда вот уже меня солдатам сделали, дали ботинки, обмотки, ватные брюки вот на зиму давали. А так кальсоны, вот эти вот мужские. Это вместо белья нижнего. А можете вы рассказать какой-нибудь подвиг, которому вы были свидетели? Подвиг у меня, значит, вот осталось в памяти, когда с огневых позиций принесли умирающего папу на плащ палатки. Вот это осталось в памяти. И вот я уже, это самое, один раз я вышла из землянки, по нужде, короче говоря. И вдруг только присела, вот брюки эти свои расстегнула, присела. И в это время надо мной появился немецкий самолет. Летел он очень низко. Я видела летчика, он смотрел на меня, я на него. Я думаю, ну все, сейчас как засорочит пулемет, и останется от меня в мокрое место. А он отлетел и делает еще заход. На втором заходе я как будто приросла вот к этому месту. Не могу не сдвинуться, ничего. И, короче говоря, жила о смерти. А он делает третий заход. А на третьем заходе он повисан до мной. И вот он смотрит на меня, я на него. И вдруг, я думаю, ну все, я уже прощалась, короче говоря, с жизнью. А в это время он улыбнулся, помакал крыльями, улетел. Вот вам и немец. А за какие заслуги у вас награды? Вот награды у вас за какие заслуги? Ну, награду вот у меня, я не получила до сегодняшнего дня еще красную звезду и медаль за отвагу. До сих пор. Потому что я когда поехала в госпиталь, то есть в этот, в архив, в Подольск, мне сказали, надо номер в госпитале. А я не помню. Ну, в общем, короче говоря, не знала. Я даже вот и часть этой уже не помню, какие были номера. Ну, откуда запоминаешь? Как будто бы мне казалось, их никогда никто и не спросит, зачем они нужны. В памяти-то не оставалось ничего. И вот две большие награды, считай, вот до сих пор я не получила. Эти награды нам должны были дать. Я была представлена ввиду того, что мы быстро устранили связь, обрыв связи был. И попали под минометный обстрел. У меня была контузия, я шесть с половиной месяцев заикалась, не разговаривала. И у левого уха ничего не слышала. И у меня было осколочное ранение. Вот когда давали мне группу инвалидности, вот здесь вот, даже замеряли линейкой. Вот здесь вот, бедровое осколочное ранение. И вот этот немец остался в памяти. Ну, что еще хочется сказать? А вот у вас были сомнения в победе? Не понятно. У вас были сомнения в том случае? Ни в коем случае. Все время только думали, что вот-вот-вот-вот мы, все равно мы победим. Какими судьбами бы не было. Вот когда мы выходили в Восточную Пруссию, это я, как сейчас вот помню, город Шталбупенин, по-моему, был. Зашли, когда в Восточную Пруссию, сказали, что немцев выбили. А они стреляли со всех вот этих уголков. Особенно ставили пулеметы, где вот балконы всякие такие, ловушки были. Вот оттуда. И я помню, как я уцелела, даже не помню, стреляли страстно отовсюду. А сказали, что немцев уже не было. Выбили якобы из этого города. А они там были. И вот такая сточная канава, по которой вода стекает. Вот я в эту канаву как бултыгнулась. И так до сих пор, то есть, в общем, держала до тех пор, пока не прекратилась вот эта стрельба. Очень страшно было. Ну вот хочется еще сказать, что вот до сих пор еще у меня в памяти, вот мы отмечаем, сейчас 66-ю годовщину Победы отметили. А у меня перед глазами до сих пор, или вот в 43-й год, вот когда с огневых позиций принесли на плащ палатки умирающего отца. И мне хочется сказать, что до сих пор у меня, я сама пишу стихи. Вот это стихотворение я написала очень давно. Еще не все запаканы окопы, следы войны, следы прошедших рост. И матери во всех концах Европы еще своих не осушили слез. Еще не стерлись тяжкие обиды, и память павших жжет сердца живым. И скорбно костылями навалиды еще стучат по пыльно-мостовым, а на свете неспокойно. Арсеналы вновь полны, днем и ночью свой поход разбойный готовят поджигатели войны. Они грозят сжечь города, деревни, сады, загнать людей в подвалы, в катакомбы, лишить их хлеба, света и воды. Они хотят любителей наживы, чтоб их доходам не было конца, чтоб вся земля им принадлежала, чтоб вся земля рабой была. Они хотят, но есть другие люди, и воду их ничем не сокрушить. И нет нигде еще таких орудий, которым их можно устрашить. Они хотят, они имеют право растить хлеба и строить города. Отчизна их, великая Россия, оплотом мира стала навсегда. Мы прошли сквозь огонь и воду, во имя Родины прошли. Мы за мир, за счастье, за свободу, за дружбу всех трудящихся земли. И верю я, придет пора такая, когда убийцы-главари войны, с лица земли, от края и до края, народным гневом будут сметены. Это створение я написала еще давно, в шестидесятом году. А вот это я недавно написала. Не для того дан людям разум, чтоб все прекрасное крушить. Чтоб, скажем, разом или не разом, тебя земля опустошить. Земля, планета, какое диво! Так цвети, расцветай всем людям суля, прекрасная мирная нива. Так давайте все стоять стеною за наш прекрасный земной дар. И пригородим пути разбою, и не вздалевет войный пожар. Мы мирной участи достойны, и рождены мы не за тем, чтоб нас, людей, убили войны. Нам нужен мир, мир нужен всем. Хороший стихий. Вот, по-моему, мы на этом и остановимся. Нет, еще вопросы есть. Да? Да. Как вот вы восприняли то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? Ну, как вам сказать, подошел он к нашей границе, а все равно в душе мы надеялись, все победы все равно будут за нами. А как вы относились к Сталину? Я не могу кривить душой. К Сталину я относилась, и до сегодняшнего дня отношусь хорошо. Хотя говорят, что там по его вине погибло столько-то, столько-то народу. Ну, я не верю, что это причастен только он. Но, может быть, даже это не по его вине было. А вот на фронте были люди разной национальности. Были ли какие-то конфликты? Боже упаси! Вот говорят, сейчас какая-то дедовщина. Мы понятия не имели, что такое дедовщина. Вот я пошла на фронт девочкой. Я пришла девочкой. Хоть о нас писали, в общем, слагали чуть не знаю что, и обзывали всякое. Я считаю, если девочка или женщина не позволит себя, ну, короче говоря, на какие-то такие плохие подвиги, никто тебя не заставит. Например, ведь я вот, например, была в части своей, считай, одна, одна, и меня никто никогда не обижал. Наоборот, на меня, мне вот, если мы стояли в обороне, значит, делали палатку такую, когда вот в обороне становились, чтобы помыться. И вот ребята все моются, и я-то. Меня одной-то не будут, этот самый, топить баню там, делать горячую воду, кипятить. Так они как делали? Я подхожу, вот там, ребят наливают себе тазик воды, и я подхожу. Они тазиком закрывают свой этот вот аппарат, и я так же стою, дожидаюсь, пока мне вот воду налить. Никто меня никогда не обижал. Если становились в оборону, вот там такие палатки делали, брезентовые, так мне всегда отгородят, вот от такой, типа как занавески делали из брезента. И никогда никакой недовщины, вот дедовщины, как вот сейчас, и бьют там, и кого-то, этого никогда не было. Все было наоборот, вот там многие нам давали махорку, вот курить. Я курить не курила, и я ребятам отдам, а они мне шоколадку, немецкие такие у нас, кругленькие. И я меняла махорку на шоколадку. Вот на фронте очень часто складывалось тяжелое положение, а как удавалось не падать духом? Ну, как это было? Всяко было. Очень тяжело было, когда вот, например, в Восточную Прусию входили, все было заминировано. Даже от машины нельзя было шагу шагнуть, потому что кругом были мины. А ведь женщина, мужчина-то, может быть, как-то встал где-то, пописывал, а ведь нам-то надо и расстегнуть, и присесть. Так вот, было так, что в котелочек пописываешь, и в котелочек еду принесешь. А вы знаете о приказе наркома «Ни шагу назад»? Ну, как же. Это приказ был он под Москвой. А как вы думаете, какую роль в развитии событий он сыграл, этот приказ? Очень большую. Очень большую. Ну, короче говоря, все мы, люди, которые были на фронте, все, у всех было стремление и мечта, что победа все равно будет только за нами. Только за нами. Хоть было очень тяжело, страстно. Вот когда мы вошли в Берлин, вот, 28 апреля, все кругом горело. Такая была галь, что дыхнуть нечем было. А вы какие-нибудь города освобождали? А? Какие-нибудь города, села освобождали? Не слышу. Вы какие-нибудь города или села освобождали? Ну, а как же? А какие конкретно? А? Какие конкретно? Значит, вот в Восточной Пруссии, я помню, значит, Гумбинин, Топео, Гумбинин, Шлавбупенин, Вильнюс, Каунас, вот эти города, помню, это в Восточной Пруссии. Здесь по Смоленщине шли, особенно когда вот, я помню, как сейчас, очень много убиток было. Это было по Белоруссии, когда проходили машины, а вот это не поля, ну, короче говоря, равнины такие. И вот там, 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 потому что неком было даже убирать, очень много было убитых, очень много. А как вы встречали люди в освобожденных городах? Встречали нас с цветами. И даже вот, когда я приехала в этот самый, на Белорусский вокзал, мы, товарный поезд, до сих пор никак не могу забыть слезы, слезы, слезы. Все прям кричали, ура, 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 и бросали нам все цветы. И вот в Восточной Пруссии, помню, город Каунас, мы остановились, даже поляки, хоть они к нам такие были как-то настроены, не очень доброжелательно, но все равно все подходили. Помню, даже мне какая-то женщина дала белый-белый булочко, булочку я съела. А я вот поняла, что, ну вот, вам запомнился немец один. А какое у вас отношение в целом было к немцам? К немцам? Ну, во время войны, короче говоря, ну какое отношение было? Как к врагу, все. Как к врагу. А пленного немца вы встречали? Ну, много, колонны, колонны шли, были, были, были. И наши шли раненые, чуть не колоннами. А власовцев вы слышали? Ну, а как же, слышать слышала, но с ними ничего общего у нас не было. Не сталкивались, да? Не сталкивались? Нет, нет, конечно. А как вы к ним относились? Ну, очень плохо. Ну, это, считай, как враги-предатели. А вот сейчас пытаются оправдать власовцев. Как вы к этому относитесь? Да, боже упаси, как можно их оправдывать? Сколько людей они погубили, считай, наших. И как я могу к ним относиться? А дезертиры? Сталкивались вы? С кем? Со случаями дезертирства вы сталкивались? Не поняла. Дезертирство. Дезертиры? Да. Дезертиры? У нас никого не было дезертира. На фронте были бытовые трудности. Как вот вы их преодолевали? Да все четыре года были трудности. Ну, а как вы их преодолевали? Ну, как преодолевали, как преодолевали. Всяко преодолевали. И голодные были, и все на свете, и все передали. Все. А самое трудное время года какое было для вас? Ну, зима, конечно, тяжело было. Зимой очень тяжело. Летом тепло, а зимой так. А у вас было какое-нибудь личное оружие? А? Личное оружие у вас было? Ну, а как же. Винтовка. Всю ее изучали мы. Винтовка, помню. Винтовка броса 1891 года. Состоит из семи главных частей. Штык, шомпы, мушка, затвор, что-то там еще. Это уже забыла. До сих пор помню, что такое советская воинская дисциплина. Никто, ни один солдат не помнит, а я до сих пор помню. Советская воинская дисциплина – это и есть знание и строгое соблюдение установленного Красной Армией порядка, основанного на законах советского правительства, регламентирующих жизнь, быт и боевую деятельность советских войск. Советская воинская дисциплина – зиждет на однородности классовых интересов. Ни один солдат, ни один офицер не помнит. Удивительно. А как вы отдыхали на войне во время затишья? Да ну, какие там отдыхи. Я даже не помню никакого отдыха. За все время я не помню отдыха. Мне вот интересно, была ли во время войны любовь? Не знаю. Я об этом еще не думала, потому что, ну что, я еще была... Ой, сопля, короче говоря. А домой письма вы писали? Домой письма родным вы писали? Ну, когда папа погиб, я написала. А так не писали? А так не писали. А из дома вам приходили письма? Помню, мне из дома от мамы ничего не приходило, но посылку получил один раз дорогой солдат. И в это время, значит, носки были тепленькие. Посылки в этой мне дали. А вот я знаю, вы были ранены, да? Можете что-нибудь рассказать об этом? Ну, ранения. Вот я попала под наметный обстрел, когда вот осколочное ранение было. А вам оказали медицинскую помощь? Ну, а как же? Я же в госпитале была. Лежала в госпитале. В это время, значит, вот так я помню, как сейчас, была, значит, хвоя настелена. На этой хвои была плащ-палатка. Я, значит, лежала. И когда я повернулась, а около меня лежал летчик, и у него все-все было разорвано. Вот все здесь, даже булькало там. И мне прям так страстно было. И я отвернулась, и мне опять плохо было. А как вот вы и ваши товарищи относились к людям, которые побывали в плену? Которых? В плену? Да, вот как вы к ним относились, к таким людям, которые были в плену? Да? Ну как, ну, человек попал в плен, ведь были такие, что и не по своей жене в вине попал в плен. Были даже в бессознательном состоянии. А среди ваших знакомых были такие? Нет, нет, нет. А что вы знали о союзниках СССР на тот момент? Ничего я не знаю. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Ну, только я была в Верлине. А какой-нибудь фильм вы можете посоветовать о войне, который более точно передает все эмоции? Ну, вот о освобождении. А писать или какую-нибудь книгу можете посоветовать? Которая тоже вот более точно передает войну. Ну, вот Симонов очень много передавал. А вот сейчас, как вы думаете, почему началась война на тот момент? Ну, вы знаете, например, я была ребенком в это время, но какие у меня... Нет, это тогда, а вот сейчас, вы в более сознательном же возрасте, вы как думаете, из-за чего на тот момент война началась? Ну, как вам объяснить? Я даже не смогу объяснить, наверное. Не знаю, я не смогу объяснить. Ну, ладно, вам еще что-то хочется добавить? А? Еще что-то хочется добавить? Не поняла. Добавить еще что-нибудь хочется? Ваш рассказ. Ну, что еще добавить? Хочется, чтобы больше никогда этого не повторялось. Вот я последнее вот это сектаврение вам написала, это прочитала. Я считаю, оно будет где-то записано, да? Так я считаю, что вот сейчас вот этот грузинский, как его, Саакашвили-то, это же ведь такая сволочь. Я не знаю, как его земля носит, сколько наших людей погибло в тот раз, когда Осетия ее освобождали. Ну, разве можно считать его человеком? А вы что-нибудь хотите пожелать нашей молодежи? А? Нашей молодежи что-нибудь хотите пожелать? Ну, молодежь, я считаю, молодежь у нас хорошая. Особенно вот мне вот эти наши, наши. Так понравилась вот эта группа шли, когда по Красной площади все вот написано «наша, наша». Очень, считаю, я хочу передать всем-всем-всем ребятам, девочкам, чтобы так держать. Спасибо большое. Ну, все, спасибо. Спасибо. Спасибо.